вечный гимн солнцу это перу перу швейцария латинской америки белоснежные города в невянущей зелени это перу перу молчаливые храмы древней империи инков современная промышленность и непроходимые джунгли где берет начало амазонка это перу перу языческие обряды индейцев празднества которым тысячи лет но тысячелетия прокинула минута 31 мая семидесятого года в три часа пополудни 11 бальный подземный толчок обратил в прах двести пятьдесят городов и поселков центральной гористой части перу 70 тысяч человек погибло сотни тысяч раненых остались без крова а 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 это город уарас а а это тоже город уарас между этими двумя картинами 50 секунд Бунт и последний радиокрик, долетевший из центра Сьерры. На нас падают горы, всюду пыль, люди задыхаются. От людей не осталось даже имен на могильных камнях. От здания остались только названия. Школа, кинотеатр, церковь. Здесь шла воскресная служба. Даже мертвым на кладбище было суждено вторичное погребение. КОНЕЦ Отсюда учитель Педро Чако Рока откопал свою мать. Спас ее. Жену Педро отыскал лишь на двадцатые сутки. Сестра и брат остались в этом месиве камня. Ее сын тоже был учителем. Видите, он сфотографировался со своими мальчиками и девочками. Теперь погибшими. Рассказы, рассказы. Бесхитростные некрологи, переворачивающие душу. Какие видения преследуют потерявшего рассудок Хосе. Он сутки пролежал под руинами дома, ставшего семейным склепом для всех его близких. КОНЕЦ К местам бедствия спешила помощь со всех концов земли. Советский Союз прислал вертолеты, сборные дома, медикаменты. В Перу прибыл большой отряд медиков и добровольцев. Город Пуарас на два месяца стал штабом советской помощи Перу. В эвкалиптовой роще палаты, точнее палатки госпиталя. 200, 300, 400 пациентов в день принимают терапевтическое, инфекционное, хирургическое отделение госпиталя. Ленинградский хирург профессор Фаршатов долгие часы не отходит от операционного стола. Последнее, что видел Октавио Гомера, был рушащийся мир. Потом слепота. Врач Евгений Индейкин вернул Октавио мир в красках. По воздушному мосту в 16 тысяч километров пришла наша помощь в Перу. Помощи ждали и за гигантской стеной кордильер. Вертолеты продолжили путь. Продолжение следует... А дальше пешком в разреженном воздухе Высокогорье. Врач-травматолог Герман Малыгин практиковал в клинике Свердловска. И здесь он оказался отличным специалистом. Недаром Виктория Перес, бездомная вдова с четырьмя ребятишками, готова в благодарность отдать ему последнее. КОНЕЦ Более десяти тысяч прививок сделали наши врачи в провинции Анкаш. Вакцина помогала не только от сегодняшних болезней, но и спасала от будущих эпидемий, которые так часто в Перу. В Перу наши врачи встретились с болезнями, о которых они не могли прочесть даже в научных трудах. КОНЕЦ Помните больного, которого оперировал профессор Фаршатов? Сейчас можно оценить первые результаты операции. Наша экспедиция познавала Перу не только в горечи сегодняшних страданий, но и в вечной красоте природы, в величии древних цивилизаций. Дороги и мосты, построенные еще инками, великий путешественник Александр Гумбольд назвал самым поразительным и полезным из всего, что когда-либо было создано руками человека. Вымощенные камнем эти дороги тянутся на тысячи километров. Крепостные стены, дворцы, подземные каналы сложены из песчаника и базальта без применения скрепляющих материалов. Таинственная цивилизация Чавин родилась здесь еще 30 веков назад. Некогда клады археологических раскопок Чавина хранились в городском музее Уараса. Теперь ведутся раскопки самого музея. Лики небожителей, каменные ягуары, пумы и какие-то фантастические существа высечены безвестными воятелями эпохи, не знавшей еще металла. Они пленили Аугусто Сориано еще 35 лет назад, когда он стал собирать по всей стране произведения эпохи Чавин. 7 лет назад его коллекция стала государственным музеем. Памятники древности сохранили живое воображение мастеров. Стихия воздвигла свои памятники землетрясению века. Таким был цветущий город Юнгай. Сегодня на месте центральной площади лишь эти четыре пальмы. Над Юнгаем красуется высочайшая вершина Перу, Баскаран. Землетрясение откололо и сбросило гигантскую глыбу в 70 миллионов тонн. И она, увлекаясь за собой ледяные лавины и потоки грязи, ринулась вниз со скоростью 200 километров в час на Юнгай. На то, что было Юнгаем. Перуанская Швейцария стала Перуанской Помпеей. Отныне Юнгай замурован в 10-метровой глубине застывшей лавины. Может, эта окаменевшая, как ископаемая машина, станет монументом трагедии, изваянным самой стихией. Кресты помечают не могилы людей, а могилы домов. В Юнгая мертвые на кладбище спасли живых, которые пришли в то воскресенье на кладбищенский холм. Но жизнь упряма. Снова цветы устилают землю. И люди просят беспомощных святых охранить будущий город, который встанет над вечным покоем Юнгая. Это те, кто выжил. 180 из 22 тысяч горожан. Они не уходят из долины, где покоится город мертвых. И в Юнгая трудились наши врачи. На прием к Саше Мелехину люди спускались с гор. Шли за десятки километров. КОНЕЦ А когда пришел час расставания в честь советских медиков, на городских площадях закипали праздничные фиесты. Городок Ламелин чествует друзей. Городок Ламелин чествует друзей. Почетным горожанам национальную одежду пончо. Веселый обряд посвящения в перуанцы по праву выполняла Перпетва Перес. Она была и медсестрой, и переводчицей, верной помощницей наших врачей. Украина, в PTSD, КОНЕЦ В Уарасе прощальный митинг. Мэр города благодарит советских медиков, принявших 45 тысяч пациентов, побывавших в районах, где до них не был ни один врач. Их имена занесены в золотую книгу почёта. Физикус! Биво, Руссия! Под этим флагом работал советский госпиталь. Наше алое знамя интернационалистов снова было символом братской солидарности с народом Перу. Народом, который отстаивает свою экономическую и политическую независимость. Строит свою республику. Ответный подарок, облик языческого бога, символ света и жизни. Жизнь отстаивали они здесь. Они спешили на помощь и принесли её. Не все дошли. 22 члена экспедиции, летевшие в Перу, погибли в авиационной катастрофе. Но и их имена среди спасителей. О них молчаливо повествует монумент, который возвели в память о товарищах советские врачи и лётчики. Вы спешили на помощь пострадавшим от землетрясения. Мы работали здесь, помня о вас. Огромную трагедию пережил народ Перу. Но как не страшны трагедии, они измеряются не глубиной отчаяния, а высотой человеческого духа. И трагедия беспомощна перед силой человеческого братства. ПОДГОВОРИТ ПОЕК inverted gu mamy. История беспомощна перед акción. ПОДГОВОРИТ ПОЗИЛМУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok